Лариса, вы регулярно созваниваетесь с родителями. Расскажите, пожалуйста, какая информация появилась за последнее время, какое настроение у крымчан на сегодняшний день. Вообще, подробнее о ситуации в Крыму, все, что вам известно. В Крыму, в общем-то, все спокойно. Обстановка, конечно же, напряженная, если выразиться более точно, напряженно-депрессивная, потому что люди в основе своей, они и живут и надеждой на то, что все-таки все разрешится, и острые моменты уйдут. И в то же время они напуганы всевозможными провокациями, потому что существует явный дефицит информации. В каком плане? Украинские телеканалы показывают, конечно, информацию, которая выгодна им. Только люди, которые имеют тарелки оснащенные, то есть с собственной антенной, могут получать информацию различного характера, то есть более расширенную, и анализировать ситуацию. Ну, собственно, граждане сейчас ждут 16 марта, все собираются идти на выборы, правильно? Настроены в большинстве, да, занять активную гражданскую позицию, выразить свое мнение. К другим темам. Сегодня российские наркополицейские отмечают профессиональный праздник. Напомним, 11 марта 2003 года российский президент подписал указ о создании Госкомитета по противодействию незаконному обороту наркотиков, а спустя несколько лет дата стала официальным праздником работников наркоконтроля. В областном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника наркоконтроля. В честь 11-й годовщины со дня образования управления отличившиеся сотрудники получили заслуженные награды. Вручали их представители городской администрации и областной думы. На встрече почтили память оперативника антинаркотического ведомства Павла Ефимова. Напомним, он погиб во время задержания двух наркоторговцев в Рыбновском районе. Стало известно, что руководство службы направило ходатайство о присвоении Павлу Ефимову государственной награды за проявленное мужество и героизм.